сперва про мои колечки это барсучек барсучок маленькие сидит с хвостиком на пальце такое кольцо вот уже перстень и кактус это самая красивая необычная сережки не подарила таня из москвы девочка прислала мне на почту в краснодар люблю таню все эти украшения не из соколов а речь пойдет про соколов про про работу на которой я задержалась аж на полгода и это уже срок достаточно большой потому что обычно полгода я работаю и увольняюсь но тут у меня не возникло таких желаний как уволиться сначала до этого я работала в букмекерской конторе уволилась в феврале и до самого июля работу не искала потому что я отдыхала от увиденного от пережитого стресса и вообще никогда после этого не хотела работать мне даже пугал этот факт снова вернуться работать в какую-либо фирму но время шло деньги нужны были и я устал сидела на хэхэру увидела объявление что с рядом с моим домом есть торговый центр и это требуется на работу продавец-консультант сразу хочу сказать что когда я увидела объявление на хэдхантере там было что-то типа зарплата 60 тысяч роскошный график жизнь сказка плюс напиво и это все вы можете получить наши компании рост стремление активность я люблю эту жизнь вот так и но я искала работу для того чтобы получать деньги и я увидела это и думаю опять какие-то харе кришна составляли это объявление уж слишком все радужно уже не проведешь нас на такие объявления что вам все будет бесплатно и с душой мы вас любим приходить только поработайте пожалуйста мы даже деньги платить будем и я думаю я устроюсь на эту работу пойду попробую в течение месяца если вдруг что не так пойдет я сразу уволюсь я просто поработаю месяц заработаю денег опять уволюсь и опять на полгода в отпуск самой себе оплачены позвали на собеседование я прихожу туда я задала ей вопрос насколько получают на самом деле сотрудники она говорит ну тысяч по 50 60 но не меньше 50 а может и больше поэтому это не может такое быть какие продавцы где может быть в москве могут получать в торговом центре такой заработок типа если я вижу продавцов мне кажется что это тысячи 30 35 я в это не поверила потому что я была на таких собеседованиях когда у нас проценты продаж вот наши менеджеры в прошлом месяце получили по миллиону все зависит только от тебя твоих амбиций если это недостаточно сильно старался и трудился тогда получать свои оклад 15 в следующем месяце я верю тебя получится он и сильно сплоченная команда вот такие есть объявления есть такие компании которые кормят не то чтобы обещаниями одеждами они кормят иллюзиями о том что это действительно возможно якобы но по факту это невозможно я выхожу на работу с понедельника уже официально устроенная то есть того дня как я переступила порог зашла в подсобку и надела на себя серую форму с этого дня я уже была официально трудоустроена то есть не было никакой стажировки не было никакого обучения мусоления месяцами абсолютно сразу же как я прошла собеседование и отправила документы я следующий день выхожу на работу уже в качестве продавца консультанта не было такого мурыжения что для начала ты продаешь серебро сначала ты работаешь с одним видом клиентов или сначала ты просто ходишь моешь полы а потом мы смотрим подходишь ли ты нам или нет не от самого начала ты наравне со всеми остальными если тебе подходят и просит дать мне это кольцо его куплю то ты его продаешь нет такого как в санлайте допустим то что там первые десять лет ты работаешь только серебром а золотом имеет работать право только привилибированные сотрудники которыми есть доверие и какое-то божественное благословение от директоров и школьный совет и конгресс собирался решать можешь не имеешь ли ты право челить продавать золотые украшения с бриллиантами вообще к ним дотрагиваться ключ от этих витрин есть только у элиты ты ты сюда свой грязный нос несу понятно помимо меня там еще три девочки работала и работает нас всего четверо в коллективе из продавцов и директор и того коллектив из пятерых обучение не было я то есть сразу пришла начала работать но есть обучение телефоне не изначально сказали установить две программы первое это приложение через которое ты продаешь а второе приложение через который ты учишься и в этом приложении где ты учишься есть всякие курсы и эти курсы нужно было пройти про часы про ювелирные вставки про то как делаются украшения про сам завод про то как правильно продавать техники продаж внутри все что нужно сделать из административной части допустим провести переоценку или подготовить магазин к распродаже или какие виды закрепок у драгоценных вставок есть все можно было там найти и каждый день я проходила все эти обучения и уже со временем могла понимать что вот эти камушек это за пир если он голубой то этот опас если он розовый это рубин а если бордовый то гранат то есть все нужно было это знать у меня это спрашивал директорами помогал мне совсем короче насчет график график ненормированный 223213 разные есть графики и можно ему самому корректировать брать себе дополнительные смены либо с кем-то меняться если куда-то надо или лучше заранее говорить если что-то планируешь ну в принципе как у всех тут ничего нового мне нравится то что есть дополнительные часы работы такие как инвентаризация либо остаться в магазине после смены чтобы мастер провел какие-то работы и за все дополнительные по часовке тебе платят то есть помимо основной заработной платы от продаж тебе платят еще все дополнительные там сверхурочные часы это правильно потому что сколько раз я оставалась на других работах сверхурочная если мне это за все платили а может быть бы даже в работе не нуждалась уроды в соколов нет штрафов ни за форму ни за промахи и косяки ни за опоздание ни за что нет штрафов мне еще понравилась сама специфика работы то как построил в принципе бизнес этот бренд на хорошем отношении к своим сотрудникам это чувствуется во всем в том что бренд не жадный вообще работодатели сделали все для того чтобы ты комфортно работал и как после того как они сделали для этого все вопросы остаются к самому себе если я работаю достаточно чтобы выполнять то что мне поручено тогда почему я задерживаюсь на этой работе если за такие условия найдутся более достойные кандидаты на полном серьезе на примере мне нравится то что в нашем коллективе есть директор директор подразделения и региональный и нет общения на вы и через имя отчество то есть если есть директор то его зовут лена и на андрей но не андрей вячеславович это упрощает общение на ты становится более близким человек и то есть не чувствуешься маленьким ребенком которого ругают учительница а чувствуешь какого-то друга который хочет тебе помочь сделать твои продажи больше и выше и который хочет научить тебя не проучить не отчитать а помочь после того как сотрудник проработал полгода ему можно выбрать себе часы из ассортимента кольцо и цепочку и просто должен относить на работу и по истечению там определенного времени кажется опять же полгода или три месяца эти вещи можно забрать себе так просто должен носить на работу каждый день все это для себя бесплатно и таким образом ты рекламируешь бренд и показываешь гостям то что ты действительно сам это носишь тебе нравится по моему это крутая идея насчет обязанностей просто прийти в магазин и продавать изделия не получится в хорошо обслужить входит около 12 показателей поприветствовать рассказать об акции рассказать о возможностях оплаты рассказать о том как лучше оплатить уже на кассе о нашем заводе сервисе привилегия о том что конкретно хочет покупатель уточнить его потребности и показать три варианта примерно как минимум то что может ему подойти рассказать какие вставки или закрепки какие металлы использованы в этом изделии и во время всей консультации сохранять добро разжелательный позитивный настрой насчет зарплаты зарплаты приходят всегда вовремя она она приходит всегда вовремя она абсолютно всегда приходит вовремя и не бывало такого дня или часа когда бы она не пришла ни разу зарплата и аванс 2 раза в месяц 14 и 29 она просто по часам поступает на карту и каждый месяц тебе поступает расчетный лист за все это время что там я работаю моя зарплата была абсолютно прозрачной то есть приложение в котором каждая моя продажа отображается если я продала золото там написано сумма золота насколько она умножается из-за процента конкретно на золото конкретно на серебро на онлайн заказы которые сделаны на часы на все на все есть определенная система платежа и я в течение дня могу отслеживать сколько на данный момент заработала платят они соколов хорошо я не могу сказать что это хреновая зарплата во первых то что мне говорит о собеседовании не то чтобы сбылось но и пересилила ожидания и если работать еще лучше то можно зарабатывать еще больше я возможно прикрепил ссылку возможно не ссылку картинки о зарплате если если захочу хочу сказать насчет отношения соколов к своим сотрудникам был обыкновенный день не 8 марта никакой не праздник просто обычный вторник и магазин пришла девушка с букетом роз и попросила чтобы все девушки вышли в зал то есть если кто-то там обедал или был в подсобке или еще где-то короче она попросила всех нас собрать и она дарит нам розы и говорит о том что это от соколов и то что она это что они благодарны и рады что мы работаем их компании это было без повода и довольно таки мило что просто в обычный будний день приходит девушка и дарит розы от руководства за то что ты есть на белом свете и работаешь компании это вообще круто мне это понравилось из минусов для меня для меня не компании не работы в соколов а мой личный выбор того что это минус заключается в одном единственном мире для меня эта работа была бы идеальной если бы там был перерыв на час в которой к тебе не имеют права никто подойти это было бы для меня самое лучшее что можно придумать например в течение дня у нас есть перерыв на полчаса на обед полчаса это максимум лучшем случае и нормальном то есть зачастую и всегда обед длится столько сколько тебе нужно поесть если вдруг приходит много гостей и людей ты не ешь а идешь работать и даешь то когда люди уйдут то есть когда остальные продавцы будут справляться тогда ты можешь пойти и продолжить свою трапезу и график 12 часов на ногах меня выматывает 12 часов с людьми так вообще он 13 потому что нужно приходить пораньше на работу в идеале для меня было бы если был бы перерыв на час в который я могла бы уйти поесть и поспать и вернуться на работу в хорошем настроении поспать для меня это действительно важно 15 минут или 20 просто полежать перезарядиться отдохнуть 30 минут в идеале это просто дневной сон у меня такая привычка с детского сада тут незачем орать или угорать или думать что я не нормально это реально рабочие вещи в середине рабочего дня какую-то альянса сиеста у меня тоже хочется моему организму пойти и поспать чтобы как телефон подрядку ставишь он заряжается и дальше работает это нормально и вот я бы хотела у нас как раз есть место где можно это сделать это наверно в чела ученица так сделать чтобы я могла просто полежать где-нибудь я не знаю где на магазине мебели просто поспать чтобы никто не трогал полчаса и поесть за 15 минут и потом прийти обратно на работу и чтобы не было такого что в зале куча народу иди работай дальше это реально раздражает потому что за 13 часов у тебя нет времени не поесть не отдохнуть не посидеть потому что опять же сидеть нельзя нигде и ноги устают и моральное состояние такое что уже под камень дня пока ты всем рассказал за завод за акции за тренды подъезжу на автомате просто роботизирована и уже просто одному человеку рассказал это там стоишь на него проходит 20 секунд и думаешь а я ему рассказал или не рассказал думаю надо опять рассказать другого человека дура заведена опять будем это говорить уж лучше не скажу тогда чем опять буду говорить и те же самые акции короче вот это единственный для меня минус потому что если бы я отдыхала за 13 часов вы просто подумайте даже не 8-часовой рабочий день это 13 часов час до работы когда ты открываешь магазин и из открытия до закрытия торгового центра сколько людей приходит в торговый центр каждый божий день про выходные вообще молчу мне кажется это нормально и давно пора такое ввести что нужно сотрудникам отдыхать они не роботы реальные живые люди которым хочется отдохнуть а потом дальше продолжать работать вот этот момент и это все из минусов понимаете там нет какого-то жесткого начальства там нет оскорблений принижений штрафов бешеных там нет ничего из минусов нечего рассказать даже все что выше назвала это преимущество это плюсы тем что они и зарплату платят и к себе хорошо относятся и подарки дарят и в компании сделано все для того чтобы ты просто пошел и работал работал и всегда знал сколько ты получишь всегда видел это все в своей системе всегда мог обучиться обратиться кому-то за помощью не чувствовать себя под давлением начальства не чувствовать себя каким-то мелким работником который от которого ничего не зависит тебя никто никогда не ругает с тобой работают чтобы ты улучшался на не говоришь это кончены и портишь всем жизнь вот это мне нравится и касательно плюсов и минусов в работе есть не поверхностные а подводные плюсы еще одни такие как например контингент ты работаешь регулярном магазине те приходят люди которые выбирают себе украшения украшения выбирают себе люди которые хотят себя украшать это не продукты не товар первой необходимости ни аптека к тебе приходят люди которые хотят сделать себе приятно себя украсить себя красивее и лучше это же не даже чтобы носить что все было тепло они просто хотят быть чуточку красивее и они за эти приходят за эмоциями чтобы сделать себе комплимент чтобы увидеть себя немножко лучше и то душа тот человек который стремится красоте который идет выбирать себе что-то уникальное неповторимое это уже изначально какой-то хороший человек который хотя бы ну не пропащий он себя украшает он себя любит вот этот момент потом туда идут люди которые хотят сделать кому-то приятно кого-то украсить вот здесь человечек другой которому ты хочешь подарить сережки или колечко чтобы он их носил чтобы он был красивее чтобы он наряжался и радовался жизни чтобы был праздничным чтобы этот день сделал себя лучше по поводу или без неважно просто не дарят тебе что-то практичное или нужное тебе не дарят поход абонемент фитнес-клуб не дарят поход к психологу психологу якобы улучшая себя они дарят тебе чтобы ты идеальный но ты но я тебе еще чуть-чуть украшу потому что ты должен быть торжественным вот такое впечатление тех людях которые приходят ювелирный магазин вы представляете каково это что-то такое пойди себе купить кольцо и на память закончилась я запомнила на чем я остановилась по какой причине зачем тебе нужны сережки в мочке в ушах для чего они тебе или там надеть какие-то колечки на пальцы надеть себе на одежду брошку или браслет зачем это тебе надо это не пригодится в твоей жизни ничем кроме как почувствовать себя лучше и поднять настроение он не спасет тебя от дождя или от каких-то ненасти и горе он не поможет тебе в целом ментально это так круто то что люди украшают и себя и других это вообще что за изобретение такое просто украшение вот знаете когда праздники и украшают помещение флажками шарами чтобы сделать настроение лучше и показать что это дом праздничный это помещение создано для праздника стесну бы что-то интересно вот так люди себя украшают чтобы показать что я в ожидании праздника что мне хорошо мне что-то нравится вообще я довольна всем вот так во вторых это красивая работа к нам часто приходят женщины и такие стоят девочки у вас такая красивая работа у вас такие платья вы такие молоденькие красивые вы работаете вообще с украшениями с бриллиантами но такая работа красивая активе и на улице сидеть там рыбу продавать но такие у это прекратите все работы хороши на протяжении того как ты работаешь изо дня в день тебе так или иначе приходится кого-то в чем-то убеждать из покупателей что тебе подходит это кольцо вам подходят эти сережки есть некоторый типаж людей которые привыкли опираться на чьи это мнение в этом нет ничего плохого все мы такие и особенно те люди за которых выбор привыкла делать мама тебе нужна эта куртка пуховая меховая потому что на тебя будет защищать от дождя на теплая она практичная а вот это с пайетками перьями тебе не надо потому что она намокнет и ты будешь выглядеть уродская как за не ухаживать вообще грязь упадешь нет никакой такой куртки и всегда мама делает выбор за тебя и потом такие люди взрослые приходят в магазин и они не знают что хотят и ты берешь какие-нибудь варианты украшений и показываешь и пытаешься им не то чтобы внушить но рассказать это так чтобы им захотелось что это кольцо оно и трендово и брендово и красиво и практичное но подойдет ко всем украшениям и вашей дочкой внучка будет носить она вне времени на коллекционер и ты настолько уже много подбирал всем образы и луки на все мероприятия какие-то торжества на свадьбу на подружку невесты что сам уже начинаешь понимать что к чему как лучше и кому что предложить вот человек приходит в пусетах с прозрачным камнем ему что-то классическое можно предложить ему серьги конга потому что они с хвостом и и в пир и в мир и вообще должны быть в любом ювелирном гардеробе как база если хочет что-то новое то естественно нужно предложить какие-нибудь там люстры ну это уже это третий вопрос десятый о плюсах в работе это то что тренируется насмотренность то что в людях начинаешь уже примерно видите сопоставлять образы и чтобы им подошло себя раскрепощают что что ты можешь и имеешь право предлагать другим и ощущаешь себя лучше что к тебе относятся как эксперту который может предложить что-то хорошее и посоветовать вот это мне тоже нравится еще из плюсов вот представь что ты девушка и тебе приятно было бы знать и вообще всегда это будет информация актуальна о ювелирных камнях о ювелирных украшениях свойствах ценности стоимости ты знаешь какие есть вставки в камнях чистоту цвет каратность бриллиантов ты знаешь сколько граней нужно для того чтобы создать совершенный бриллиант откуда не добываются где лучше какие алмазы и какие виды закрепок есть и какая будет оптимальнее всего пропускать свет и давать радужную дисперсию ты знаешь о том когда в какое время суток лучше носить топазы когда сапфира знаешь о танзанитах о том что они единственные в мире увидишь на ком-то и знаешь что такие камни как танзаниты натуральные закончится через десять лет ты смотришь титаник и видишь что джек надевает нет не джек короче муж надевает ей сердечко сердце океана с танзанитом и ты знаешь что это не сапфир это танзанит и вот эти все моменты они полезны потому что ты девушка и тебе такую красоту знать приятно потому что ты любишь колечки потому что ты любишь такое все красивенькое и в этом разбираться это удовольствие вот как мужчинам классно разбираться в коньяке машинах сигарах деньгах инвестициях вот тебе мне приятно знать про ювелирные украшения как минимум вообще до того как я устроилась на работу в соколов у меня были довольно можем ненавистнические взгляды но после того как ты видишь что мужчины приходят дарить бриллианты без повода они покупают самые дорогие обручальные кольца потому что мужчина говорят выбирай себе что хочешь потому что приходит женщина и мы выбираем с ней украшение и уже готовы приступить к оплате и она говорит нет ждем мужа и приходит муж и прикладывать карту либо когда девушка выбирает какое-то серебро себе и приходит ее муж и говорит что ты себе в серебро выбираешь пойдем к белому золоту и вот такие моменты заставляют поверить в то что есть еще все таки такие вот мужчины классные которые делают подарки которые уделяют внимание а те милые мужчины которые приходят и покупать золотые украшения самостоятельно для подарка чтобы порадовать без повода это вообще вот это круто или когда карта соколов бонусная оформлена на его номер потому что он делает покупки потому что он чаще в этом участвует потом когда мужчина приходит и показывает конкретные украшения то что она там увидела себе сохранила и вот он хочет его купить и заказать прямо здесь сейчас или когда приходят мужчины и такие мужчины к мне приходил и выбирал сережки золотые стопазами девушки с которой был знаком неделю а вчера у меня была пара мужчина и женщина которые выбирали себе обручальные кольца а познакомились они вчера обоим было по 40 лет и вот такие моменты всякие интересная жизнь других людей вообще их воспитание то как они относятся к другим людям что им не жалко потратить эти деньги 150 200 тысяч на то чтобы купить кольцо с бриллиантом потому что она его хочет он мог бы купить себе не знаю ноутбук новый какое-то вложение сделать машину телефон все что угодно но он выбирает вот просто вот колечко вот лежит коробочки и он его подарит и она будет носить на пальце эти 200 тысяч и он рад это делать он действительно рад тому что она счастлива она радуется тому что для нее сделать это круто же я бы очень хотел чтобы мне тоже дали такие подарки и когда я работала в букмекерской конторе я видел как мужчины приходят и жадничают поставить нормальную ставку даже потому что там ставки принимали от 100 рублей о том как они разговаривали по телефону что да я дома о нет я скоро буду дома да и на работе да ты чё мне не веришь хотя он сидит передо мной играет в комп ставки ставить свои и тратить деньги а к нему уже доверия нет я видела такие отношения я смотрела на то как обманывают как лицемерят друзья для того чтобы одолжить денег у своих друзей поставить ставки всякие лживое обещание всякие тупорылые намерения эти мотивы все это было неприятным весь их образ жизни я каждый день смотрела и думала тут ко мне приходят одни мужчины в эти букмекерские конторы в каком каком бы месте не работала всегда это будут мужчины причем какого-то низшего социального слоя это противно даже смотреть не то что в этом участвовать я думаю да фу мужчина какой-то пол такой знаете как будто придуман для того чтобы было контрастно на фоне женщин что вот есть женщины божества ангела такие красивы для них есть ювелирные салоны театры магазины нижнего белья вот такие они любят духи любят косметику все красиво а есть мужчины которые приходят микросхи и конторы и ради там бабки и вообще фу-фу ненавижу я мужчин больше никогда в жизни не буду низким встречаться но поработав ювелирном видишь что приходят мужчины делать предложения покупают бриллианты кольца сережки всякие красивенькие и радуют для этих самых божественных существ вот так там вот это тоже большой плюс что с этой работа работа меняет отношение к людям к жизни потому что мужчине такие уж и хреновые как-то делать подарочки разумеется помогает отыскать обнаружить свои меркантильные стороны вопроса мужчин то что если мужчина не зарабатывает на бриллиантовые колечки а зарабатывает на ставки на спорт то он в принципе и не нужен как бы полезная же информация для меня самой да вот плюс работа соколов смотришь настоящих мужчин и я все рассказала я все рассказала вообще добавить больше ничего потому что я не знаю больше никаких минусов все плюсы я уже озвучила еще минусы для меня то что я есть форма например но это уже это уже мое личное братан как говорится это такие мелочи которые легко можно пережить но плюсы стоящие так что вывод какой могу сделать друзья мои ребята девочки кто начинает свой жизненный путь и хочет устроиться на работу это вот место то что нужно чтобы вы на меньшее потом впоследствии не разменивались у меня была в обратную сторону ситуация то что я работала на всех работах подряд преимущественно неофициальных и добиться справедливости особенно в российской федерации по этим вопросам сложно почему тебе не выплатили зарплату почему тебя обещала работодатель не выплатил и ты тут подписал документ о том что ты согласен на зарплату в 4000 имея ввиду что тебе кто-то еще добавит потом это для вас эта работа будет хороша чтобы вы потом не работали на чем-то менее лучшим в общем соколов это 9 из 10 всем рекомендую почему 9 потому что нет обеденного перерыва в час вот этот момент и 9 потому что очень яркий свет очень яркий свет не выжигает глаза я устал от яркого света в помещении там 250 тысяч вольт когда мы работали без выходных в декабре я думала что у меня будут скоро кровавые слезы глаза вообще не отдыхали капилляры полопались и ходила с бордовыми глазами ничего не видела уже вот такие два минуса всем желаю всего хорошего всем пока